Всем привет, друзья! С вами снова Денис Кухта. Я обложился пакетиками, я обложился Кока-Колой. И хорошо, что я не облажался. И, короче, я сижу уже внутри в Берго Кинге, друзья. Да-да, не удивляйтесь. Я сижу внутри. С вчерашнего дня открылись все общепиты, все заведения. И со вчерашнего дня мы почетные гости в Макдональдсе и в Берго Кинге. И не только. Что я сегодня купил? Я приехал в Берго Кинг, мой любимый Берго Кинг, где все делается на гриле с 1952 года. Я, правда, не настолько старый, но я помню, как начали делать вот это все на гриле. Этот запах прям с Чехаса передавался к нам в Вену. Ну, короче, ладно, не важно. Друзья, я взял колу. Кола классная. Как я соскучился по фастфуду. Я знаю, что сейчас некоторые из нас подумают, Денис, нужно правильно питаться. Нужно питаться, чтобы быть здоровым, красивым. Друзья, я здоровый, красивый. И сегодня просто день открытых дверей в Берго Кинге. И я пришел и заказал себе 20 штук чики-наггетс. Вот оператор сейчас покажет. 20 штук чики-наггетс. 20 штук, ё-моё. Второй лет. Я заказал огромный стейк-хаус. Это огромный бургер, который мы сейчас тоже посмотрим. И к этому взял еще... Взял три китчупа, друзья. Взял барбекю соус. Вот видите, барбекю соус. Взял керри манго. Керри манго тоже взял. И также взял еще сырный соус, который я обожаю. Этот сырный соус. И вот вы видите, да? Я зашел в масочки, но слава богу, за столом я могу есть без маски. И это меня очень радует. Так, ну что, посмотрим, что я здесь приобрел. Блин, какой запах. Какой запах, друзья. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите на эту котлету. И на все, что здесь происходит. Здесь у нас есть и ветчина, и котлетка, и помидоры, и салат, и свежайшая булочка. И это все я сейчас буду есть. Это все стоило мне 4 евро. То есть, за все я заплатил 10 евро 50 центов. 4 евро стоит чизбургер вот такой. Хотя это не чизбургер, это просто бургер. 4 евро 20 чекен наггетс. И 2 евро 50 центов пол-литра колы. Просто бомба. Ну что, тестируем. Как вкусно, как вкусно. Просто объедение, ребят. Ну, как такое можно не любить? Я не понимаю. Посмотрите. Все сделано на гриле. Все сделано с любовью. И когда ты вот кусаешь вот этот бургер, у тебя соус стекает по губе вниз. И это немножко даже так секси, да? Оператор. Оператор как всегда улыбается. Это очень хорошо. Очень важно, чтобы у оператора было хорошее настроение. Потому что, когда у оператора плохое настроение, он снимает меня, срезает голову, срезает плечи, руки. Короче, живодер. А когда у оператора, ну не смейся, а то в камерах лисется. А когда у оператора хорошее настроение, тогда и у актера, у меня, у блогера, ютубера хорошее настроение. Ну что, друзья. Мы сейчас открываем и протестируем еще немножко соусы. Самый крутой соус это соус это сыр. Сырный соус. Он так и называется. Сырный соус. Еще, правда, есть барбекю соус. И здесь еще есть керри соус. То есть керри манго. И вот мы берем чекен наггетс. Берем его вот такой сыр. Вот. Друзья, вам просто не передать. Как вкусно. Сыр это мой любимый соус. Сырный соус. Керри манго тоже очень-очень вкусный. Ну и барбекю, я знаю его постоянно беру. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Это все надо запивать спокойно, дыша, равномерно. Ребята позади меня тоже довольные, такие довольные, как и я. Приехали на двух маленьких машинках, припарковались, поздоровались, одели масочки, пришли в Берго Кинг, сняли масочки и уже жуют тоже свой какой-то бургер. Я не знаю, что у них там за бургер, но у меня действительно очень большой и очень-очень вкусный. Вкусняшка неописуемая. Дам вам новый лайфхак. Когда вы кусаете вот этот бургер, вы должны закрывать глаза. Вы должны закрывать глаза и представлять, что вы где-то находитесь на море. и тогда он еще вкуснее. Я слышу звук волн и ласкание нежного хорватского солнышка у меня на лице. И вот это дает еще больше вкус к бургеру. Я очень соскучился по Хорватии. Я надеюсь, что в этом году уже все получится, потому что вчера объявило Словения, что открылись границы. Хорватия тоже открыла границы. Ну что, друзья, я буду спокойно сейчас доедать. Отключаю камеру, чтобы не оставить голодного оператора. Ему тоже нужно поесть и нужно дальше снимать видео. Я буду сейчас это все медленно-медленно поедать, вкушая потрясающий вкус Берго Кинга. Может быть, еще что-то сниму, может, не сниму, может, сниму дорогу. Но советую вам с закрытыми глазами попробовать бургер. Это просто объедение. Это очень-очень вкусно. Ладно, напоследок еще одна курочка. У меня есть 20 штук. Это только вторая. Все только начинается, друзья. Как австрийцы говорят, зе-зе-зе-ле-ка. Как я соскучился по таким местам. Сидеть, смотреть за окно и наблюдать за движением рядом через дорогу. У нас Сиси на прокате, правда. Но она мне улыбается, императрица Сиси. И говорит, Денис, не переживай, все будет хорошо, все под нашим контролем. И наша жизнь в наших руках. Поэтому Сиси, тебе респект и уважуха. А вам, друзья, хорошего дня. Буду есть дальше. Ну что, друзья, я поел. Я очень вкусно поел. И сейчас уже направляюсь обратненько домой. Обратно домой. Ну, сегодня был такой сайт сингтур из Вены в Баден для того, чтобы просто посетить Берго Кинг. Опять я же сегодня выбирал между Макдональдсом и Берго Кингом. Но почему-то опять решил поехать в Берго Кинг, как в последний раз. Просто я нахожу, что Берго Кинг намного вкуснее. Вот и все. Сейчас прокатаюсь на Ауди, на спорт режиме. Поставил на спорт режим, на С. И мы сейчас немножко прокатимся по автобану, так с ветерком, чтобы почувствовать силу лошадиных сил. О, вот это скорость. Да, конечно, Гольф хорошая машина, но Ауди лучше. А еще лучше, наверное, все-таки Мерседес. Хотя Ауди и Мерседес, они на одном уровне. Ауди А6 и Мерседес Е-класс. Вот это вот, не знаю, Ауди настолько хорошо держит повороты. Я сейчас еду в 80 на повороте, и она вот просто как вкопанная, ее не заносит ничего. Ну, еще в спорт режим, конечно. и вот мы уже выезжаем на автобан и мы перестраиваемся и уже 130, уже 130 на табло и, конечно, ехать на машинке на такой сильной машине из V6, это V6, здесь 6 цилиндров, 2,7 турбодизель, машина едет, конечно, очень хорошо, в два раза она сильнее, чем мой Volkswagen Golf, почти в два раза сильнее, чем Volkswagen Golf, и едешь, слушаешь музыку, наслаждаешься вот этой красивой панорамой, и еще очень приятно, когда ты едешь с Берга Кинга, когда ты едешь и чувствуешь, что ты наелся, что ты вкусно поел, и потихоньку, потихоньку себе летишь навстречу судьбе по автобану, и сейчас надо будет заехать еще в продуктовый магазинчик, купить какие-то продукты, ну и я вспоминаю, друзья, о том, что происходит, только когда захожу в магазины, или когда захожу так же в как сейчас в Берга Кинг, тогда надо одевать маски, а так маски на улице никто не носит, но придерживаются дистанции, и вчера был такой случай, один из, короче, на улице один парень подошел к другому попросить сигарету, и где-то это увидела полиция, и оштрафовала на 500 евро, представляете, на 500 евро оштрафовала, поэтому дистанцию нужно придерживаться и не забывать о том, что происходит, что еще эта болезнь никуда не ушла, но просто очень хорошая статистика по Австрии, поэтому Австрия, в Австрии закончился карантин, в Австрии все возвращается к нормальной жизни опять, и все уже готовятся на море, как ни странно это звучит, многие уже австрийцы бронируют апартаменты, бронируют отели на июль, на август, и уже едут, собираются ехать в Хорватию, также хочу сказать, что с 3 июня уже открывается граница с Италией, то есть Италия открывает свои границы, Италия будет как-то спасать свою экономику, потому что, конечно, Италия от этой эпидемии очень сильно пострадала, наверное, сильнее всего это Италия, ну, конечно, в Европе многие страны пострадали, Италия, Испания, Франция, еще больше всего Великобритания, и как-то нужно возвращаться обратно, как-то нужно пополнять свой бюджет, поэтому многие границы будут открываться, и потихоньку внутри Евросоюза опять заработает туризм, опять заработают разные поезда, автобусы, самолеты, опять будут полеты, и это очень хорошая новость, я надеюсь, что с этого всего быстро выкарабкается Украина, и за ней последует и Россия, я очень на это надеюсь, хотя сейчас Россия на втором месте из стран, где больше всего зараженных, и это очень печально, я надеюсь, что Россия тоже потихоньку с этого выкарабкается, и все будет нормально, и все будут опять путешествовать, и жить прежней жизнью, очень на это хочу надеяться, а мы направляемся дальше по автобану, много машин, сегодня суббота, народ едет, отдыхает, едут многие за город, конечно, также отдохнуть, потому что погодка хорошая, на улице 20 градусов тепла, а я направляюсь в сторону Шоппинг-сити, из Бадена в сторону Шоппинг-сити, позади меня, а точнее с левой стороны от меня находятся Альпы, это предгория Альп, окончание Альп, Альпы очень-очень древние, старые горы, которым приблизительно 65 миллионов лет, и последнее мое видео, где мы гуляли с моим оператором, и снимали там собачек, и не только собачек, это было вот здесь, с этой стороны, именно здесь мы гуляли в заповеднике Айхкоголь, который называется, который я показывал, я потихоньку уже подъезжаю обратно в сторону Вены, ну что, друзья, сегодня я показал, что потихоньку Австрия возвращается в прошлую, старую жизнь, как мы ее любим, и, конечно, уже открылись рестораны, кафе с вчерашнего дня, и сегодня первое заведение, которое я посетил, после двух месяцев, друзья, после двух месяцев, это был Burger King, и я показал, что можно сидеть, наслаждаться едой, кайфовать, ну ладно, я зашел в маски, купил еду, и мне сказали, извини, Денис, но мы не можем тебе дать поднос, ты можешь только это упаковать в пакет, одноразовые пакеты, но с удовольствием садись и кушай, ты у нас, можешь не тесниться в машине, а можешь у нас спокойно поесть и насладиться едой, что я и сделал, то, что вы видели, поэтому хочу сказать, все нормально, я думаю, будет еще лучше, уже меньше тысячу заболевших по всей Австрии, меньше тысячи, где-то 900 с копейками, и с каждым днем все меньше, меньше и меньше, я надеюсь, что буквально через пару недель их будет ноль, ноль заболевших, и это тогда будет вообще победа, победа, победа. Ну что, друзья, вот такое получилось видео, кому понравилось, вы можете поставить мне лайк, напишите, пожалуйста, в комментариях внизу под видео, как вы относитесь к фастфуду, мне будет очень интересно, спасибо всем, кто вчера смотрел мой стрим, где я показывал армейские фотографии, с вами был Денис Кухта, до новых встреч, друзья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok